Здравствуйте, друзья! Продолжаем нашу работу. Ух, тут один настойчивый такой крендель попался, так сказать. Ну, сейчас вот мы про них как раз и будем говорить. Сейчас я ему несколько уделю внимания. Вот. Так, Бабурин будет на телемосте в субботу. Не могу сказать, будет ли Виктор Бабурин. Наверное, если никуда не улетит, то, наверное, будет. Я знаю точно, что Бабурин будет в Берлине вместе с Родом Хуком представлять технологии. Есть из Боливии новости. Готовятся переговоры. Точнее, согласовываются, ведутся переговоры по поводу дальнейших действий. Интерес очень большой. Так, ну что, друзья, давайте продолжать нашу работу. Соответственно, сегодня тему, которую я в перископе обозначил, и ту, которую мы с Анатолий Дарчим обсудили, сделали. Это сейчас как раз и ответим вот этим. Вот видите, сейчас он зашел под именем «Вы знаете, кому задарить деньги». Вот этот крендель, который сегодня зашел уже, наверное, раз в 30 под разными именами, под разными методами, с целью как раз это сказать, что здесь собрались лохи, здесь строится лохотрон. Я, вот сейчас Алексей будет показывать картинки, не просто лох, а лох с 16-летним стажем, который 16 лет уже, так сказать, помогает еще одному лохотронщику Юницкому строить лохотрон. Правда, краудинвестинг у нас работает только 3 года, 3 года и то будет через 3 месяца. А я проектом занимаюсь 16 лет. До этого лохотрона не было, потому что не было краудинвестинговой площадки. Мы искали инвесторов тогда среди чиновников, про которые нам говорят, и дошли до одного чиновника, который занимал должность президента Российской Федерации. И после его поддержки, то, что строилось и эксплуатировалось почти 10 лет, было уничтожено. Мы общались с другим, одним чиновником уже Евросоюза, с президентом одной европейского государства. И тоже после общения с которым были заведены уголовные дела, уничтожена документация, пришлось очень много понести потерь и, соответственно, уехать из этой европейской страны. Поэтому мы много общались с бизнесменами, крутыми бизнесменами, которые строили Москва-Сити, которые были партнерами с Юницким, которые, правда, сейчас сидят в тюрьме за мошенничество, и которые пытались Юницкого же отобрать компанию, в которую он вносил интеллектуальную собственность. Много чего было, друзья, за все это время. И 3 года назад, когда приняли решение пойти в краудинвестинг, я уже говорил, что я не сразу понял это решение, но сегодня я могу сказать, что это единственно правильный момент. Когда мы создали венчурную площадку, куда привлекли сотни тысяч людей, и люди, рискуя небольшими деньгами, создали именно венчурный капитал, который позволил сегодня приблизиться. И вот этот вот, ну, отвечу вот этому додику, который сегодня слышат и в онлайнере, там очень много сейчас идет, что 30 лет ничего не продемонстрировано, что еще это, что это. То есть это люди, которые с инженерной точки зрения абсолютно безграмотные, абсолютно безграмотные. Они не понимают, о чем они говорят и о чем. То есть это люди с элементарным отсутствием знания физики и сопромата, которые, ну, некоторые раздувают из себя щеки, говорят, что мы что-то можем сделать, но которые в своей жизни не создали и не сделали ничего, которые пытаются, начинают гавкать на проект, который сейчас активно развивается. Так вот, друзья, год назад, если кто помнит, год назад только было подписано документы на строительство. Это июль прошлого года. И на этом месте в Марьиной Горке был танковый полигон с рытвенными, с весь заросший кустарником. Сегодня, когда приехал туда глава вот этого поселения Марьиной Горки, он ахнул, потому что строится 4 транспортных направления. 4. Одно из них, которое на перевозке 100 миллионов тонн руды, 2. Второе строится пассажирская трасса на более чем 20-30 миллионов пассажиров. Строится 3 разновидности городской системы. И при этом экотехнопарк, где-то около 6 тысяч фруктовых деревьев, виноградники, вспаканная территория, все засеяно травой. Есть свой именно парк по выращиванию культур, по созданию уже именно гумуса направления. Я не буду сейчас на этом управляться, потому что этот деятель с онлайнера, сейчас объясню почему, я ему лично объяснял, о чем идет речь, и почему создается гумус, и зачем это надо в экотехнопарке. Так вот, этот крендель даже слова не сказал, не написал в статье. Так вот, друзья, почему я сейчас очень болезненно реагирую на то, когда проект называют лохотроном, а всех участников Skyway лохами. Во-первых, потому что это относится лично ко мне, друзья, я 16 лет знаком с Хьюницким, я 16 лет в проекте, сейчас активно работаю, поэтому один из самых таких бородатых лохов это я. То есть меня хотят сказать, что я идиот. И второе, что я сегодня активно продвигаю информацию про проекте, есть инвесторы, которых лично я привел в проект на сотни и сотни тысяч долларов, значит, соответственно, я должен четко сказать, что, ребята, я лохотронщик, я обманываю и своих друзей, и людей, которые сегодня слушают и приходят в проект, и, соответственно, значит, все, что относится, я не говорю уже про Юницкого, он сам ответит, как он реагирует, а как ему говорят, что он лох и лохотронщик. Ну, лох про него нет, и про него говорят, что он лохотронщик, потому что он разводит людей. Так вот, давайте я про себя скажу, как лох с 16-летним стажем, который участвовал при создании первого экотехнопарка в Озерах, который начал состроиться на деньги Александра Ивановича Лебедя, которого я убедил, и он пришел в проект. Потом подключился венчурный фонд и ребята из Газпрома, и было строить. То есть, вот видите, вот сейчас на фотографии, это Юницкий там, как-то зимой ногу сломал. Вот, кстати, когда подписывали договор с Александром Ивановичем Лебедем, Юницкий лежал в больнице со сломанной ногой. Вот, еще умудрился, пока лежал в больнице, еще и жениться, так сказать. Так что у него удачно как бы там прошло. Это, видите, сейчас это первый Юнибус, который проектировался, то есть это его обводы, аэродинамические формы, так сказать. Это, друзья, вот этим фотографиям всем 16 лет. Вот, поэтому мы это делали, запускали. И когда нам говорят, что за вот 30 лет или за 16 лет ничего не сделано, ничего, так сказать, я могу сказать, что да, мы ходили по чиновникам, ходили по бизнесменам, кланились, просили денег на то, чтобы создать. Я, друзья, я не могу предсказать, какое количество я провел презентаций, с кем я только не общался, вот крупных банкиров, шейхов, президентов государств и так далее, и так далее, и так далее. Везде мы просили деньги. Мы говорили, дайте, и мы вам покажем. Вот, то есть надо было сначала убедить, а потом попросить деньги для того, чтобы это показать. И вот то, что сейчас вы видите, это началось как раз строиться, это нулевой километр. Видите, даже дата стоит 10 марта 2001 года, это вот начало строительства. Вот. Когда перешли в краудинвестинг, и моя задача стала в том, чтобы рассказать людям о проекте. И опять, когда мне говорят, мы смотрим, за три года у вас ничего не поменялось. Друзья, это не ко мне говорить. Я когда это слышу, ну, если я говорю по телефону, я сразу отключаю телефон, а если я лично говорю с человеком, я говорю, что вы врете, вы просто врете. И врете мне, как человек, который изначально стал. Потому что три года назад, когда мы начинали рассказывать о проекте, мы рассказывали, что, друзья, 10 лет или там 15 лет назад мы построили в озерах, мы сделали проект, его уничтожили, а сегодня мы вас призываем для того, чтобы вы инвестировали, мы создадим конструкторское бюро, мы спроектируем новую трассу, мы получим землю, мы построим, создадим производство и вам это покажем. У нас, друзья, три года назад не было в этом плане ничего, потому что после очередных переговоров, которые я вел год с одним крупным инвестором, они закончились ничем. Вот. И я уже не знал, куда и как дальше двигаться и в каком направлении дальше идти. Потому что с всеми фондами общались, я говорил, и Эмираты, которые там неоднократно посещали, все говорили, построите, покажете, тогда мы будем с вами общаться. И эти деятели, которые сегодня пишут, построите, но для того, чтобы построить и показать, друзья, для этого нужны деньги, для этого должен кто-то войти, бесплатно этого не сделать. Металл не заказать, не построить, нет. И это все, и конструкторов очень трудно содержать, бесплатно, друзья, в Белоруссии. Вот, это, конечно, не самая дорогая страна, но сегодня 160 конструкторов, они бесплатно тоже работать не будут, а тем более, что нужны высококлассные, именно профессиональные конструкторы, которые могут делать машины мирового уровня. И инженеры, которые это изготавливают, тоже должны быть высококлассные, с хорошими руками, которые растут из правильного места, которые могут реализовать и создать систему. Ну, вот, друзья, сейчас Алексей показывает. Так, что тут написано? Соответственно, три года назад, и как вы понимаете, как я себя чувствовал, когда мы проводили первую конференцию, там, в марте 2014 года, когда я говорил, вот мы делали, вот мы будем делать, мы вам обещаем, и люди приходили, верили, и мы постепенно начинали набирать обороты, когда я вел эти репортажи. И с какой завистью, друзья, я сейчас с завистью смотрю, как Алексей делает презентацию, или как Виктор Бабурин делал презентацию министру транспорта Словакии на великолепном английском языке, и он просто взял и показал ряд слайд, которые сделаны за этот год. Вот с чего мы начали, вот что мы делаем, вот мы сегодня построили, вот проводим тестовые испытания, вот продувка аэродинамических трубок, а вот в Берлин приезжайте, мы вам покажем эту машину, а вот в октябре приезжайте на испытания. Друзья, я на все это смотрел, и у меня просто зависть брала, потому что три года назад мы рассказывали, что мы будем делать, что мы собираемся делать, к чему мы вас призываем, и мы призывали поверить людям нам. Сегодня, когда мы говорим, ребята, мы сформировали конструкторское бюро, мы создали первоклассную машину, мы сегодня подготовили к ее испытаниям, и мы сегодня ведем переговоры с десятками правительственных стран. Друзья, это не мне рассказывать о том, что ничего не изменилось, понимаете? Это у этих балаболов ничего не изменилось. Более того, я могу сказать, у них в жизни вообще уже ничего не поменяется, потому что они не в состоянии что-либо менять, а у нас поменялось кардинально все. И сейчас я могу сказать, что за эти три года сделано больше, чем за все предыдущее время. Миницкий начал проектировать уже технологию пятого поколения. Если то, что сейчас строится, это 4.4+, которое создано буквально 5-6 лет назад, то сейчас уже начинается закладываться основа проектировки уже пятого поколения технологий, которая совсем поменяет радикально взгляд и отношение к транспортной отрасли. Поэтому, друзья, не мне говорите, как и когда люди балаболы начинают говорить, вот мы смотрим и у вас ничего не меняется. Я говорю, ребят, вы куда-то не туда смотрите, просто откровенно не туда. И еще можете два месяца походить, вот сейчас с Берлина приедем, начнем ходовые испытания. Опять можете не смотреть, говорите, опять их нет. Отворачивайте, засовывайте свою голову куда угодно и говорите, мы этого не видим. Мы это не это. А то, что будут говорить о том, что мы покажем сначала путевую структуру, потом покажем скорость 10 км в час, то есть когда испытывают. Потом 15, 20, 100, 150, 200, 300, 500. И каждый раз эти додики будут говорить, что ребята, вы этого не сделаете, у вас этого не получится. Они всегда это будут говорить. Поэтому к этому, друзья, относимся абсолютно. И вот те сейчас засланцы, которые пишут вот эти тролли, это как раз отголоски того, что происходит в онлайнере. Теперь давайте, друзья, вернемся именно конкретно. То есть фотографии вам показали, я вам предоставил доказательства о том, что я лох с 16-летним стажем. Это просто мое доказательство, что я Юницкого знаю, я участвовал в строительстве первого экотехнопарка, сейчас участвую уже в создании третьего. Поэтому, друзья, я четко могу сказать, что я лох с 16-летним стажем. То есть я не понимаю перспективы проекта, я не знаю, я не убеждал ряд очень серьезных бизнесменов и политиков. Вот поэтому я лох. Вот теперь переходим к лохотрону. Теперь еще что о том, что я и лохотронщик. То есть я развожу людей, показывая о том, что люди сегодня входят в рисковый проект. И здесь как раз очень знаменательно, как раз, друзья, так вот, например, вот когда-то будет реально тогда и можно говорить, а то вы любите, вот когда будет и то, что будет. Ну вот понимаете, если вот этот засланец, который сейчас, например, и с вопросом, если он не слушает то, что говорит, я как раз ему объяснил. Вот ему именно сейчас объяснил, вот этому гаденышу, который там сидит, так сказать, исходя из... То есть я ему объяснил, что, друзья, мы год назад взяли землю, сейчас показываю машину, и через два месяца вот я лично тебя приглашаю на испытание. Лично. Чтобы ты потом говорил, видел или не видел. Я также это сейчас тому деятелю, который статью написал в онлайнере, я тоже ему так сказать. А здесь почему, друзья, такой классный пример. Приехало две команды журналистов, причем сами попросились, никого не звали. Одна команда, в других пирамидах так же. Вот видите, еще один деятель, так сказать. Ты имя свое напиши или там что-нибудь сделай, что вы пишете, так сказать. Ну ладно, друзья, то есть вы читайте, вот эти засланцы, вот мы сейчас четко будем видеть, на что они способны, что они... Так вот, друзья, я теперь рассказываю про них, вот про вот тех бойцов, которые сейчас пишут. Приехало две группы журналистов. Одна из... Сегодня называется это занимательная механика, не занимательная, популярная механика. Это американское издание, издается в 60 странах мира, имеет представительство в России. Журналист, который писал статью в 2003 году, был в Озерах, мы, оказывается, с ним общались. Он меня помнит, Юницкого помнит, стал так сказать. И они по своей инициативе решили написать статью. Вот. И приехало еще одно издание. Также позвонили, говорят, мы хотим это написать. Правильно, называется онлайнер. Это белорусское издание, интернет-издание, как оказалось, действительно очень популярное. Мы это не знали, сейчас проверили. За два дня более 50 тысяч от тех, кто прочитали эту статью. И дальше мы, кто помнит в Перископе, помните, что я с утра до вечера, целый день, мы с Юницким, он провел... Сначала сделал им лекцию, показал. Они ничего не писали, у них не было ни диктофонов, ни запису, ни фотоаппаратов. То есть писали только ребята на диктофоны и камеру, писали только ребята с популярной механики. Вот. Потом сделали им экскурсию, поэта показали и движущийся прототип кресла, и велосипед с мотор-колесом, и конструкторов, и проектировки. Потом поехали на производство, показали, как готовится машина к Берлину. Вот. Я все это показывал в прямом эфире. У меня только 6 часов было записи в Перископе. Можете посмотреть, на Ютубе они все лежат. Потом поехали в Марьину Горку, показали, рассказали все, так сказать, это. Потом провели беседу. То есть, ну, в общем, расстались довольны друг другом. Во всяком случае, я целый день с другими журналистами разговаривали, улыбались, вот так вот смотрели, так сказать, все это самое. Потом выходит статья популярной механики. Вот. Читаешь, это адекватная статья, которая говорит, да, есть утопия, есть неутопия, ждем испытаний. В общем, адекватный взгляд на научный подход. И что друзья, энтузиасты собирают деньги, строят, убеждают, молодцы. В общем-то, благодаря таким всегда наукой двигалась. Нормальный вопрос. Более того, они еще издали специальное к нам, к выставке, опять же, бесплатно, друзья. Издали тысячу экземпляров с суперобложкой, которая, ну, оборачивается журнал, там разворачиваешься полностью все про Skyway. Это именно как, ну, как их такой жест доброй воли для того, чтобы мы раздали посетителям берлинской выставки именно вот такой специальный журнал. Их напечатали тысячу экземпляров. Вот. Соответственно, это вот очень приятно. И дальше мы что-то долго ждали, почему не выходит в онлайнере статья, так сказать. Ну, не выходит, не выходит, нет. И вот, друзья, позавчера это, так сказать, популярное издание разродилось статьей. Вот. И начнем с того, что в заголовок этой статьи, цитата якобы из Юницкого о том, что он говорил, что там что-то с мальчиком, этот самый, Илон Маск, жулик, или там, ну, не помню, как сейчас. Это приносите деньги к нам. Туда не ходите, так сказать. Вот. Начнем с того, что они вообще начали с вранья. Юницкий этого, по-первых, не говорил. Вот. Потому что запись только у меня в Перископе и у этих ребят с популярной механики. Эти ребята ничего, даже подпольное, если они там где-то записали. Вот. И, соответственно, начали с вранья. И вся статья носит чисто заказной характер. И я, честно говоря, когда это прочитал, она вышла в 8 утра позавчера. Соответственно, в 8.10 у меня пошел вал писем, вал звонков, что что за такое, почему. Вот такой поклёб вышел на... И, друзья, я когда посмотрел, я, честно говоря, не поверил своим глазам. Вот насколько это. То есть две статьи, две журналистов, все, мы им давали одно и то же, ни с кем отдельно не беседовали. И одни написали научную статью, а вторую написали поклёб. А с другой стороны, тут ура, в журнале написали. Ну, вот видите, то есть, ну, что можно сказать о вот этом деятеле, который комментирует и который делает. Его просто вот задачка это сейчас здесь светиться и отвлекать как бы отцам, понимаете. Вот точно такая же сегодня позиция у онлайнера. То есть это якобы популярное издание, которое на именно кануне берлинской выставки начинает запускать вот этот процесс. Но самое важное, друзья, вот что действительно очень серьёзное, и это, соответственно, мы с Юницким обсуждали, и это дальше будет двигаться, это комментарии. Там более 400 комментариев только за первый день, а дальше они как бы и вчера, и позавчера идут. Так вот, друзья, а комментарии, которые начинаешь читать, вот они вызывают действительно, друзья, очень интересную информацию для размышлений и дают пищу очень серьёзную. То есть там идут комментарии отобрать, посадить, всё разрушить, выгнать из Белоруссии и почему до сих пор на свободе. То есть, понимаете, что сама статья направлена на то, чтобы побудить этих людей к действию дальше, я не знаю, там, чтобы они побежали в прокуратуру, побежали в МВД, там, кричать с криками мошенники и так далее, и так далее. Вот это уже серьёзное действие. То есть они своей статьёй побуждают людей, а то, что есть люди неадекватные, люди с пограничным состоянием, с очень странной психикой. Есть конкуренты, есть проплаченные люди, которые, так сказать, вот он, видите, сегодня Додик пишет, так сказать, вот скажите, что ему делать нечего, чтобы сидеть и на вебинаре писать вот эту хрень, которую он пишет. Нет, друзья, это чётко поставленная задача. Но здесь он один-два, для меня это как бы тролль, это работа. Абсолютно Александр верно, то есть, так сказать, это Додики. То есть, поэтому я сейчас, ну, когда будем удалять, а сейчас пускай пишут, чтобы вы их на них смотрели, потому что здесь в основном 99% это людей, которые адекватно и нормально настроены к проекту. Так вот, друзья, и дальше уже начинаются очень серьёзные мысли, что за неделю до Берлина приходит требование выгнать из Белоруссии, а мы, между прочим, третий проект в Белоруссии, который привлекает инвестиции, приход третий во всей Белоруссии. Поэтому я этим друзьям, которые пишут, говорю, вы что хотите сделать? Вы хотите выгнать из страны проект, который на третьем месте по привлечению инвестиций в Белоруссию, который создаёт рабочие места, который выступает на выставке именно как белорусская компания? Вы этого хотите сделать? Тогда вопрос, вы патриоты или идиоты? Или у вас какая-то другая цель? И когда инженер Юницкий говорит, что я вам сейчас, вот график, когда я буду показывать машины, соответственно, первую, вторую, третью и сегодня уже заложены 4 направления и всё идёт в графике, соответственно, когда эксперты Минтранса просто в шоке, что за такие минимальные деньги сделана такая работа, единственное, что они могли сказать, ну, ребят, мы вам ответим, дадим официальное заключение только тогда, когда это всё поедет. Ну, хорошо, друзья, тогда поедет, тогда и приходите. То есть, о чём сейчас говорить? И в октябре это поедет. Соответственно, в ноябре начнутся ходовые испытания и сертификация, и Ротхук в Берлине будет представлять уже конкретные проекты с трассировками, с инвесторами и так далее. А Ротхук, друзья, это не мальчик, который просто так за, там, не знаю, за 3 копейки хочет кому-то продаться. Это человек, который возглавлял департамент транспорта Южной Австралии, который реальный политик, он через свою компанию, он инвестировал 13 миллиардов долларов. Я хочу хоть одному из этого вопрос задать. Ты возглавлял компанию, которая инвестировала 13 миллиардов долларов? Или ты только бла-бла-бла языком? Так вот, те, кто сегодня у нас на вебинарах или... А, тут пишут, нет, это австралийский. Да, это я согласен. То есть, для вас и Ротхук тоже австралийский лох. И более того, я вот для таких деятелей могу сказать, что, друзья, вы в сентябре, в октябре еще много таких лохов увидите. Но это очень богатые и очень серьезные лохи. Очень серьезные. Поэтому я не рекомендую вам официально, когда вы под своим именем, называть его лохом, потому что вы сразу загремите в суд и получите такие иски. Поэтому просто не рекомендую. Теперь по поводу того, что... Тут вот опять он под новым именем зашел. Ну ладно, друзья, давайте я его пока не буду отключать. Пускай он пока попишет. То есть, вот этот очередной засланет. Значит, соответственно, почему я говорю, что вот эта анонимность их прикрывает? Потому что, когда в лицо откровенно сказать нельзя, когда все прикрываются анонимно, соответственно, ни с кого спросить нечего. Но в случае с онлайнером совсем другая ситуация. Это издание с конкретным автором конкретно написало вранье. Конкретно. И принесло определенный урон компании, определенный урон имиджу. И вот это, друзья, уже предмет для ответа. И здесь как раз в суде можно будет обсудить очень многие вопросы, чтобы дали ответ, чтобы дали четко, так сказать, вопросы, которые как интерпретировали. И это, друзья, наверное, путчество, когда за анонимностью уже не спрячешься. И когда за свои деяния, когда мы четко утверждаем, что это заказная статья, мы даже знаем, кто ее заказал. Соответственно, мы утверждаем, что люди, которые написали, заведомо написали неправду. Для того, чтобы ввести в заблуждение читателей. И как якобы авторитетное издание, мы, пройдя эту процедуру, как минимум выйдем на то, что надо будет опровержение. А я думаю, что еще и реально финансово ответить за те, соответственно, вещи, которые сделаны. Потому что, друзья, надо все-таки привыкать, что за слова надо отвечать. Не бла-бла-бла. И здесь я могу сказать, что, друзья, Юницкий и команда, которая сегодня собрана инженером Юницким, она может ответить за слова. И это я говорю, потому что я это говорил и три года назад. Я говорил, друзья, мы соберем конструкторское бюро, и мы его собрали. Я говорил, что мы получим деньги, деньги и землю, и мы ее получили. Я говорил, что мы будем строить и придем к испытаниям. И все это идет, друзья, в том графике, о котором говорилось. И поэтому мы можем ответить, мы отвечаем за слова. А вот к такого рода деятелям я сегодня, когда с финансистами, тоже у меня есть ряд финансистов, говорят, ребята, вы снимаете на МКАДе стройку, это все ерунда, у вас ничего нет. Я задаю вопрос. А на берлинскую выставку мы тоже повезем машину, сделанную с МКАДа, для того, чтобы показать. А туда не приглашают за деньги, туда приглашают только тех, кому есть что показать. А нам есть что показать. Более того, мы претендуем на тот, кто покажет концепт развития мирового транспорта на ближайшие 50 лет. И мы обоснуем, и мы докажем, что это так. Потому что есть что показать. И второе, когда перейдем к испытаниям в октябре, то это тоже будет, друзья, до октября осталось полтора-два месяца. То есть это будет идти. Поэтому я говорю, когда мы вам покажем, вы свой язык вытащите, где он у вас сейчас находится, и вы признаете, что вы были неправы. Так вот, друзья, я могу сказать, ничего они не признают. Они дальше будут говорить, а скорость у вас не будет 100, не будет 200, не будет 500, а потом все это порвется. А потом они вечно будут это говорить, потому что это их удел. Они вечные неудачники. Те, кто не может признать и не может сказать, что да, есть серьезные наработки, есть инженер, который может, соответственно, это реализовать и сделать. И мы находимся при зарождении проекта, который соизмерим сегодня с Google, Microsoft, Apple вместе взятых. Но для этого надо понимание иметь, для этого надо масштаб иметь. А у этих бойцов нет никакого масштаба. У них вообще ничего нет. Поэтому, друзья, сегодня, почему в обязательном порядке это надо было сделать? Потому что популярнейшее издание, я теперь, вот это я могу подтвердить, что я не ожидал, что онлайнер это такое популярное издание. Потому что в Белоруссии 50 тысяч статей, которая прошла, и тысячи комментариев, не каждая может собрать статья. Это говорит о том, что интерес и к онлайнеру, и к Skyway очень большой. Соответственно, посмотрите эти статьи и в онлайнере, и в популярной механике. И для тех, у кого есть мозги, или то, что от них осталось, это я, друзья, не про всех, а про тех, кто это. Чтобы вы прочитали и сравнили, что реально происходит, и где объективная информация, а где нет. Но что самое главное, и мы с Юницким согласовали этот вопрос, я говорю, ребята, мы вас всех персонально приглашаем на презентацию, когда будет очень высокопоставленные и чиновники, и бизнесмены, мы вас приглашаем, приезжайте, смотрите. И после этого пишите о том, что мы посмотрели, ну да, что-то показали, ну, как всегда, знаете, там, так сказать, ну, что-то, что-то у них там поехало. Я здесь приведу такой пример, друзья, очень интересный, я его на утреннем вебинаре приводил. О том, что, а что забанили, на прошлом вебинаре ваш лист так и сказал, что люди платят за обучающую программу. Ну, тут просто, знаете, на вот этот бред сумасшедшего, который несет, как бы, этот деятель, поэтому, что на него отвечать, или что на него делать. Так вот, друзья, что касается братьев Райт и самолета, который они запустили 17 декабря 1903 года. Тут есть один очень интересный такой факт, что, сейчас, секундочку, друзья, интересный факт, что за три года до этого Британская Академия Наук дала заключение о том, что аппараты тяжелее воздуха в ближайшие, там, 20 лет полететь не могут. Соответственно, сам факт, что ровно через три года после этого был запущен самолет, это говорит о том, что уже что-то не так. Так вот, знаете, интересно, когда появилась первая статья о полетах братьев Райт? Просто подумайте, так сказать, не на следующий день, не через день, не через неделю, я вам даже скажу, и даже не через год, и даже не через два. А в 2005 году, в октябре, только вышла первая статья о том, что вот какие-то чудики братья Райт подняли самолеты, оказывается, это вот, когда они уже вовсю летали вдоль побережья, они уже стали подниматься на высоту до 300 метров, у них были полеты уже по, там, до часа они довели. Вот только после этого, и так вот, и рождение авиации, к этому появился интерес только тогда, когда произошла публикация 1905 года. Интересный факт. Вот, и поэтому здесь тоже к этому относится. Сегодня информационное пространство сжато совсем, совсем по другим принципам. Сегодня информационное пространство сжато до очень таких, ну, то есть, сегодня все проходит очень быстро, и сегодня информационное пространство необходимо подстраивать и делать. Поэтому мы сегодня очень большое уделяем внимание именно работе в информационном поле, имиджу компании. И сейчас четко можно сказать, что безнаказанно эти вещи проходить не будут. И про Берлин тоже очень четко, теперь, чтобы вы понимали, почему очень важен сегодня Берлин. Там будет продемонстрировано два, две машинные именно технологии Skyway. Это Unibike, это двухместный легкий городской электромобиль, именно с принципом мотор, колесо, аккумулятор и управление. Но то, чем нас пытаются сравнивать сегодня с Теслой, с электромобилями, которые производят китайцы, вот сейчас очень большая программа у них идет. Так вот, друзья, мы сегодня создаем принципиально новую машину, которая уходит с первого уровня. Мы переводим весь транспорт на второй уровень. И показываем, что технологичность строительства очень незатратная по материалам, очень технологична и очень дешево. Соответственно, это новый концепт, который будет дальше развиваться. И после этого, как увидит именно мировая общественность с точки зрения инженерной мысли, что транспорт второй уровень несет на себе очень большие преимущества, то это будет целое направление, целый прорыв. И как раз тут даже прорыв не столько, что электромобиль, сколько второй уровень. Ну а дальше мотор-колесо, схема аккумулятора, зарядка, энергетика. То есть дальше мы позволяем утверждать, что вся энергетика, используемая в Skyway, со временем перейдет на альтернативные источники, что это будет новый принцип расселения, о том, что это будет новый принцип перемещения, что Transnet позволит перемещаться так же, как сегодня, получать информацию, не сходя с места, а войдя в информационное поле через смартфон или ноутбук и быть уже в интернете. Точно так же Transnet с помощью Skyway, с помощью инженерных решений Юницкого позволит перемещаться, не сходя со своего рабочего места, не снимая своих тапочек. Это сегодня, друзья, конечно, не так просто представить, так же, как в свое время представить Skype. Но, друзья, здесь, соответственно, с многими вещами вам придется сегодня свыкнуться. Поэтому с точки зрения футурологии на следующей неделе в среду я буду в Минске. Мы с Михаилом Кириченко запишем еще ряд репортажей, именно раскрывающие некоторые особенности того, что вас ждет, именно футурологии. То есть, как будет строиться ваша жизнь через ближайший год, два, три, пять, десять. Это, друзья, уже футурология, то есть это то, что описывает. Но почему мы это показываем с точки зрения практикующей футурологии? Потому что мы, друзья, не только это описываем, мы сегодня это создаем. Поэтому Берлин будет крайне, то есть это будет крайне важное мероприятие с точки зрения заявления. И в научном мире появится новый концепт. Естественно, друзья, я вам сразу говорю, 99% отреагируют, друзья, это интересно, покажите. Значит, следующий шаг мы говорим, друзья, начиная с октября, мы вам будем показывать. И будем рассказывать, что мы будем показывать. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это декларация технологии. И по мере развития строительства технологий мы будем от декларации переходить к демонстрации. Это, друзья, как раз и есть бизнес. И с точки зрения венчурного финансирования, с точки зрения технологических компаний, как только мы декларируем им это интересно, они говорят, как только покажетесь, мы становимся вашими партнерами. Так вот, друзья, вот на такие же деловые отношения мы хотим перейти сегодня с вот этими троллями, с вот этими додиками, когда мы говорим, друзья, мы-то покажем и мы продемонстрируем. А вот что вы будете говорить после того, которые сегодня обливают нас грязью, стаптывают это и когда мы покажем, вы найдете в себе смелость сказать, извините, был засранцем неправ. Или вы также будете обливать грязью потом то, что мы им делаем. Это вопрос каждому из вас. Ну все, друзья, на этом я передаю слово Алексею. Алексей, как всегда, даст свой очень интересный взгляд на происходящее. Вот, он участник с самым непосредственным проектом. Мы вместе с ним создали Международную ассоциацию практикующей футурологии. Мы вместе с ним являемся директорами Skyway Capital. То есть он хоть и с двух с половиной летним стажем, но тоже лох и лохотронщик. Поэтому передаю слово очередному. Алексей Анатольевич, благодарю троллей за то, что нас почтили своим вниманием. Сегодня, как я вижу, не один, не два человека, а целая команда работает. И замечательно, значит мы популярны, значит мы кому-то мешаем в сфере интернет-бизнеса и так далее. Пирамидам каким-то мешаем. Может быть нашим конкурентам недобросовестным мешаем. И это не те конкуренты, которые там Hyperloop, Skytrend, Ctrend сейчас вот на этом вебинаре я обязательно освещу. Это конкуренты, которые в том числе и сотрудничали с Анатолием Эдуардовичем раньше. То есть все эти люди известны, но то, что касается онлайнера, я могу высказать свою позицию. То есть я этого издания не знал. И когда увидел статью, ну вообще как бы действительно тоже не мог поверить своим глазам, как можно такую статью написать, потому что ничего не предвещало. И как говорится, самые тихие люди, то есть там кто-то в очках был и такой вот как бы тихий, скромный парень. И как говорится, очки, как мне вот часто говорили, когда я говорил, что вот нужно операцию там сделать и так далее. Это Алексей, не снимай очки, это же алиби, алиби интеллигентности. И вот этот человек также воспользовался психологическим таким приемом по абсолютной скромности. Написал статью, воспользовался тем шансом, что его допустили, так скажем, до самого святого, то есть даже до цехов мастерской. Онлайнер, я могу сказать, подписывает те проекты, которые как раз таки развиваются на интернет пространстве. То есть в недавнем времени Кайрос подписывали и также в комментариях попросили описать и Ван Коин. Собственно, вот это их прерогатива в том числе. То есть сейчас, естественно, нужно кормиться за счет рынка желтой прессы. Онлайнер, я считаю, это желтая пресса, если такие статьи появляются, заказные чисто. Ну, собственно, дело их, но за это придется в том числе ответить либо издательству, либо журналисту. Ну, а я, собственно, хотел бы, дорогие друзья, рассказать свое видение и чтобы вы тоже пользовались этой аргументацией. Вообще вот насколько сложно убедить людей, что мы действительно создаем технологию, которая изменит мир. И примеров этому было много. То есть 17 декабря 1903 года братья Райт совершили первый полет на самолете. То есть свидетелями этого великого события освоения авиации были только их соседи. И на 36 метров поднялся аппарат. И, собственно, это действительно эволюционное и революционное событие было. Точно такое же, как будет, когда наши юнибайки, наши юнибусы поедут. Но никто к ним не пришел и никаких упоминаний в нью-йоркских газетах и так далее нет было вообще. И первое упоминание через три года появилось. И только через несколько лет после этого времени начали приходить журналисты что-то спрашивать. И пораженные истории, соответственно, начали уже печатать. И номер уже от 1904 года, то есть спустя года после полета братьев Райт, была опубликована статья. Даже когда владелец воздушного шара отвечал на вопрос, будут ли люди летать как птицы, и ответил, что да, будут, но это случится в каком-то очень-очень далеком будущем. Многие считают, и в том числе крупные инвесторы, с которыми я общался, и я не скажу, что там 100%, 90%, 80% удается привлекать инвестиции. То есть многие люди думают, что это какое-то далекое-далекое будущее. И так же думал и владелец бизнеса с воздушными шарами, что полет на самолетах, авиация современная, это какое-то далекое-далекое будущее. И эту же судьбу повторили в том числе изобретатели радио, в том числе изобретатели телефона. Естественно, в эпоху телеграфа Александр Белл встретился с множеством непониманий и претензий, зачем вообще он делает такой аппарат, электрическую игрушку, какую можно ценность, какую пользу можно от нее извлечь. И Western Union отказались от изобретения, и, собственно, потом им пришлось это направление закрыть. Александр Белл как раз капитализировал свое направление. Также и Генри Форд, дорогие друзья, то есть он тоже с Конгрессом США столкнулся с непониманием очень серьезным. И его попросили обосновать вообще, каким образом безлошадные повозки, то есть тогда же гужевой транспорт был, приводимые в движение бензиновым двигателем, могут вообще изменить что-то и улучшить. Они, на взгляд Конгресса США, могут только ухудшить ситуацию, потому что относительно высокие скорости, загрязнение воздуха, загрязнением воздуха они оказались правы, но, собственно, индустриализацию никто не может остановить. И время тех идей, которые уже должны реализоваться, их тоже никто не может повернуть вспять. Эти идеи обязательно реализуются, дорогие друзья. И, собственно, я могу таких примеров привести очень и очень много. Даже изобретение биржи, индексные фонды, которые сейчас очень серьезно используются. И в 80-х годах было непонимание, каким образом можно вообще формировать стратегию финансового рынка в виде индексных фондов. С 90-х годов это начало капитализироваться, и уже в 2015 году это 3 триллионов долларов достигло. И существуют, на самом деле, дорогие друзья, этапы, которые проходят вся технология. Первое – это о продукте никто не знает. То есть как было, собственно, в 70-х годах, когда Анатолий Эдуардович Веницкий рисовал первые эскизы, никто об этом не знал. Потом о продукте узнают и признают его глупым, неэффективным, нереальным и невозможным к реализации вообще. То есть несостоявшимся. Затем идею понимает вроде бы, но вставляет палки, колеса и все равно считает продукт бесперспективным. То есть это вообще путь изобретателя. И затем уже он воспринимается как игрушка, затем как достаточно привлекательный рынку продукт и восхитительную, так скажем, игрушку. И затем этим продуктом начинает все пользоваться. Ну и крайняя стадия, когда он охватывает всю повседневную жизнь, и им невозможно не пользоваться, потому что он прочно входит в нашу жизнь. То есть мы можем вспомнить и про смартфоны, и про компьютеры. И даже вот сейчас вот в чате проскальзывала информация, что даже титановые челюсти печатают с помощью 3D-принтеров. А 3D-принтеры вообще появилась, конкретная концепция 3D-принтера еще в 89-м году. И в 88-м году, кстати, Анатолий Эдуардович Веницкий представил на Международной конференции по нейракетной индустриализации космоса общепланетное транспортное средство. Естественно, потом пошла оптимизация до струнного транспортного средства, более применимого на Земле, чем к космосе. И вот, собственно, вот период. То есть эти этапы, они проходят даже не сквозь 5 лет, 3 года. Они проходят действительно сквозь года. И Джоев Безос, который недавно сделал освещение, что действительно промышленность и всю индустриальную революцию, так скажем, нужно выносить в ближний космос. Но это произойдет, опять же, его мнение, даже как изобретателя, что это произойдет вообще через 100 лет. Анатолий Эдуардович это еще представил в 1988 году. И он, понимая, что это теоретически реально, он опять, пройдя этот путь, то есть он прошел этот путь изобретателя, то есть тот, кто от непонимания переходит к реализации и созданию продукта, который нужен всем, снова повторяет в виде потребителя уже этот путь. И, собственно, какого будет удивления, когда через 20 лет будут продемонстрированы первые рейсы при текущих этапах, это абсолютно реально, что тем более мы же будем капитализироваться, мы будем наращивать обороты. Я говорю при текущих этапах. И задавал я вопрос Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Анатолий Эдуардович, вообще вот общепланетное транспортное средство, если с финансированием все будет хорошо и так далее, через сколько можно реализовать? То есть через 20 лет, вот ответ. И на самом деле, дорогие друзья, это можно увидеть при нашей с вами жизни. Ну, я не говорю как бы за людей с преклонным возрастом, но могу сказать, что технология Skyway и Unibike будут продлевать жизнь в том числе, потому что очень серьезная фитнес и кардионагрузка будет происходить. То есть даже сегодня, вот несмотря на то, что мне 30 лет, казалось бы, молодой парень, ну нет у меня времени часто посещать тренажерный зал. И иногда вот из-за обилия задач, которые за рабочий день появляются, просто нет времени. Единственное время есть рано утром. Ну и весы не выспаться, вы сами понимаете. А, соответственно, на Unibike я могу поехать куда-то по своим делам, задачам и крутить педали, более того, вырабатывать электроэнергию, более того, использовать эту электроэнергию при дальнейшем перемещении. То есть развиваться будет это направление очень мощным. Будем на вебинарах освещать наш футуристический взгляд, практической футурологии Сергеем Анатольевичем, каким образом вообще, что такое Unibike будут не только как подвижные составы, не только то, что будет представлено непосредственно на выставке инотранс в Берлине, но и те новые концепции, те новые грани, которые будет открывать Unibike. То есть еще Эйнштейн говорил, что никогда горизонт целей, горизонт событий достигнут не может быть. То есть как мы достигаем одного, открывается другое. И то же самое с Unibike. То есть когда думаешь и мыслишь одно, потом, когда начинаешь все больше погружаться в эту технологию, открывается такое, что на сегодняшний день даже мы с Сергеем Анатольевичем штурмуем мозгом, просто останавливаемся, потому что начинает кипеть голова. И это как раз таки практикующая футурология, которую мы будем вымещать на наши вебинары. Это будет лично наша точка зрения, ну собственно вот точка зрения Международной ассоциации практикующей футурологии. Многие задают вопрос вообще, как дела у ваших конкурентов, существуют ли технологии, которые на сегодняшний день развиваются также в логике транспорта второго уровня. Я не раз говорил, дорогие друзья, был спецвебинар, можно найти среди вебинаров, где я давал вообще освещение всех видов транспорта второго уровня, вплоть до того, что даже кирпич, ну я по-другому не могу назвать, я не помню вид транспорта, но там просто квадратный подвижной состав подвешивали на второй уровень. Но это была логика именно транспорта второго уровня. Если говорить про конкурентов, то есть у нас сегодня конкуренты. Это и Hyperloop, это даже вот в недавнем времени индийцы серьезную заявку сделали, но они только начинают. И Caterpillar Train индийского инженера имеет все шансы на реализацию и так далее. Но мы обогнали в этом действительно многих. И если говорить про Hyperloop, дорогие друзья, про C-Train, ознакомьтесь самостоятельно с материалом, то Hyperloop сейчас отстают очень серьезно. И также я вам сброшу статью, почитайте, ознакомьтесь. Как вот в рекламе недавно я увидел, там вместо слова «почти», когда цитату взяли мою, что почти 99% населения Земли следует узнать о проекте Skyway. Вместо «почти» было «почки». Но доля истины в этом есть, потому что кардионагрузка также будет сохранять и наш весь организм, в том числе «почки». И Hyperloop, там почему-то была опечатка Hyperloop. Вот такие вот как бы достаточно смешные опечатки. Но Hyperloop на самом деле отстает от графика, дорогие друзья. И вот вы можете почитать в этой статье, также пересказывать не буду. То есть все мы можем прочитать. Но сейчас помимо серьезного разразившегося скандала внутри Совета директоров, серьезные затормаживания процесса, и уже три года они фактически развиваются. То есть с 2013 года. Кстати, так же как и мы с начала народного финансирования, Hyperloop занимается реализацией, занимается именно конкурирующей компанией Hyperloop Transport Technologies Hyperloop One, но результата пока нет. И никакой подвижной состав на сегодняшний день никто не может этого сказать. И, собственно, мы наперекор этому покажем действующие подвижные составы. И покажем все в движении уже в этом году. Ну, в 2014 году я могу сказать, дорогие друзья, я мог об этом только мечтать. И уже о крайних событиях, о крайних новостях мы обязательно вам поведаем, дорогие друзья, 10 сентября на открытом телемосте. Пожалуйста, сохраните эту ссылку и посмотрите, поприсутствуйте. Приглашайте также людей, кто не в курсе о проекте. Собственно, там мы осветим, каждый месяц мы договорились пока что проводить телемосты. Это, в первую очередь, отчетность для нас самих, что произошло и упорядочение в голове этих всех фактов. Потому что, ну, собственно, на конференциях приходится часами говорить и вещать презентации, чтобы создать максимальную доказательную базу для тех людей, кто сомневается. И не просто, чтобы они инвестировали, а чтобы они сами поверили и предприняли решения, которые они желают предпринять. И, собственно, не мудрено, что уже даже на борту БелАви появился наш журнал. Естественно, тролли могут написать, что вот, ура, вас в журнале напечатали. Да, ура, и нас напечатали в журнале. Я думаю, что это тоже серьезное событие на бортовом журнале, который находится во всех креслах. Я думаю, это серьезное достижение в популяризации в постэффекте, в постпиаре технологии Skyway. То есть тут нет реферальных ссылок и так далее. То есть это популяризация. То, что проект Skyway есть. Это то, что проект Skyway развивается. То, что его не стесняется показывать на рейсах БелАвиа. И это о многом значит, дорогие друзья. И невзирая на собак, шавок, которые лают, на троллей, я отношусь к ним абсолютно ровно. Потому что я насмотрелся за время участия в различных интернет-проектах с 2011 года. В 2014 году я из этой сферы решил уходить, потому что мне не то, что наскучили, а просто я не смог больше развивать те проекты, которые по каким-то причинам заканчиваются. И я очень желал тот проект, который я смогу развивать долгосрочно, желательно с технологией, желательно подкрепленный какими-то определенными ноу-хау. Не мечтал даже о таком проекте, но он появился в моей жизни в 2014 году. И я стал его развивать, когда ничего не было, как и многие те тысячи людей, вначале сотни, потом тысячи людей, которые поверили в числе первых. Дорогие друзья, тролли, вы немножко оказались не в том времени. Два года назад нужно было троллить, потому что сейчас мало что нас может сбить. Опоры мы уже вбили и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И, собственно, скоро будем натягивать путевую структуру. И в завершение, дорогие друзья, я хотел бы представить вам также статью интересную очень от Влада Мартынова. Это новый редактор Hi-Tech. Планируем на него выйти и посмотреть, каким образом будет воспринято общение по поводу Skyway. То есть, может быть, какие-то публикации. Но очень серьезная статья именно на ту тему, что для того, чтобы реализовалась технология в России, необходимо создать соответствующий эмоциональный настрой. Сегодня эмоциональный настрой какой создается? Сегодня эмоциональный настрой – кризис, упадок и так далее и тому подобное. То есть, депрессия. И я благодарю тех людей, которые не сломлены. И если кого-то там, допустим, уволили с работы, с работы занимается, продолжает заниматься проектом Skyway. А сегодня очень много сокращений. И мы как раз-таки, дорогие друзья, и создаем этот эмоциональный настрой, который будет почвой Skysoil, на который произрастут вначале роски, а потом очень мощные вековые дубы, деревья, которые уже будут основой для нашей технологии продвижения. И ее дали в качестве серьезной маркетинговой активности. И все маркетинговые войны мы обязательно выиграем, победим. Ну, а онлайнер, приветствуем еще раз, поздравляем, вы напоролись на большие грабли. И, собственно, не позавидуем вам в будущих разбирательствах, вопросах и так далее. Строй Skyway, спасай планету. Будучий Skyway, захран планету – это по-словацки. Скоро мы, кстати, с Сергеем Анатольевичем 30-31 в Словакию снова поедем. Там будет очень мощная конференция уже после выставки на транс. Даже не представляя тот интерес, который будет у европейцев, он будет колоссальным. Эпиджа Skyway, мэтч Мегабойгут по-венгерски. И консуи Skyway, софляплянет по-французски. По-киргизски пока что не выучил, по-немецки также пока не выучил. Строй Skyway, спасай планету. Сергей Анатольевич, если есть еще что-то сказать, то передаю вам слово. Троллям еще раз большой пламенный привет. Я отношусь к этому абсолютно не эмоционально. Меня это веселит, потому что я насмотрелся от этих людей очень и очень много. И примерно знаю, насколько мало вы получаете. То есть цените свое время, потому что самое ценное у нас это время, а как раз таки проблему экономии времени при перемещении в высокоскоростном транспорте мы и решаем. Спасибо, Алексей. Вот, ну видите, сегодня, конечно, с точки зрения атаки троллей у нас действительно такой достойный вебинар. Вот, ну опять же, друзья, я пока в Перископе сейчас общался с друзьями, тут на меня вышли сейчас наши партнеры, с кем, ну кого я просто уже и лично знаю и с кем давно на вебинарах вижу. Вот, поэтому в следующий вебинар мы несколько друзья подготовимся, вот, и мы их встретим уже достойно. Я думаю, что больше у них такого засилия это не будет. Поэтому, ну здесь, друзья, с другой стороны, вот, я прочитал все комментарии, которые прошли к репортажу онлайнера. Вот, и я просто увидел, какую они всколыхнули, вот, именно низменные чувства. Ну, представляете, когда люди пишут, как такой лохотронщик еще на свободе, и почему он еще до сих пор не сидит в тюрьме, выгнать из Белоруссии, понимаете? Ну, где здравый смысл, что компания, которая находится на третьем месте по привлечению инвесторов по уплате налогов в Белоруссии, то есть, ну, это говорит о том, это жалко, конечно, Белоруссию, что мы с вашими инвестициями, что мы на третьем месте сегодня в Белоруссии находимся. То есть, тогда весь вопрос, а кто же туда вообще инвестирует? Вот, а точнее, как они вообще без нас жить будут? И когда мы говорим, что мы развиваем проект, туда приходят сегодня реально компании, которые смотрят и которые готовы вкладывать уже сотни миллионов долларов, и при этом вот эти вот жалкие белорусы, которые из себя, я же не говорю, что это ко всем относится, то есть, вот эти вот жалкие, как говорят, начинают говорить, Белоруссия это никогда не ту страну выбрали, не ту, так сказать, это здесь никогда ничего не получится, а вы только умеете там деньги собирать. Ну, как на это тролль Skyway спасай планету? Ну, вот видите, здесь зато уже юмор пошел, видите, толстый тролль пишется, тролль Skyway спасай планету. Вот, видите, уже, так сказать, мы начинаем с точки зрения юмора писать, так сказать, это делаем, это самое, это толстый тролль. Вот, поэтому, ну, друзья, давайте, было несколько сегодня предложений и закрывать чат, чтобы им не повадно было, но я думаю, что вот мы с Татьяной, потом вот с ребятами из Екатеринбурга, мы отработаем на следующий раз несколько другую схему, вот, потому что все-таки, вот я не сторонник закрывать, закрывать чаты, поэтому... это самое, вот, поэтому... вот, поэтому, друзья, давайте, скажем так, такой атаки у нас еще не было, вот, поэтому мы с вами тоже сегодня чему-то учимся. к следующему вебинару мы подготовимся, уже достойно дать ответ такого троллингу, вот, такого рода, вот, сделаем. Вот, теперь еще буквально два слова я хотел сказать именно по работе и по отчетности, которую мы сегодня делаем. Та работа, которая сегодня... В чем основное сегодня сомнение, которое вносят вот такие статьи, как онлайнер? Они говорят, что, друзья, вот 19 столбов вкопали, и это ничего из себя не представляет, ну, сделали какую-то машину, ну, еще что-то показали, продули в аэродинамических трубах, что они именно побуждают людей к тому, что деньги расходуются нецелевым образом, что это все жулики и мощенники, и вы должны сегодня дать им ответ. И как раз ведь это же не то, что безобидная вещь, что скажите, что это лохотрон, что это пирамида, они ведь реально призывают людей к активным действиям. Напишите заявление в прокуратуру, напишите сегодня о том, что вас там кого-то обманули, и таким образом уже спровоцировать это... Помните, как в 30-х годах в Советском Союзе была система доносов? Это ведь реально люди писали доносы на соседей, и по этим доносам реально сажали и расстреливали людей. Ведь это было реально. И люди знали, что написав такую бумажку, безвинные его человека могут расстрелять. И все равно писали. Так вот сегодня, это, друзья, та же сегодня психология, что люди что-то делают, у них что-то получается, «А давайте сейчас посадим их всех в тюрьму, отберем, выгоним из страны и обзовем их просто там лохами, лохотронщиками». Вот ведь к чему призывает эта статья. И если говорить о научном, о объективном, то те, кто сегодня рассуждают о транспорте, это они с точки зрения инженерии абсолютно безграмотные люди. Поэтому умный человек может сказать, что давайте подождем, давайте сравним. Вот когда говорят про Hyperloop и про Skyway. Давайте увидим то действующее, это действующее, сравним образцы и сделаем выводы. Но говорят же не так. Говорят, что Hyperloop это хорошо, потому что это американцы, а белорусы, которые делают, это уже плохо. Поэтому давайте закроем. И не дадим сравниться ни с Сименсом, ни с Hyperloop. То есть это уже несколько другой подход. Это уже призыв к активным действиям. И вот этот как раз призыв к активным действиям мы сейчас и будем как раз оспаривать. Мы как раз заставим онлайнер признать то, что он сделал заказную статью и призывал людей уничтожить технологию. Призывал людей. И здесь как раз вопрос мы юридически, уж поверьте, у нас сегодня команда не только инженеров, но и юристов весьма мощная и серьезная, потому что мы готовимся к очень серьезной защите. Потому что эти все друзья, ну опять же, нет худа без добра, вот заодно будет повод потренироваться вот на вот таких вот рододиках, которые, я не знаю там за какие деньги они там делают эти заказные статьи, но за это надо будет соответственно ответить. Вот, поэтому... О, один тролль набрался смелости и проголосовал. Ну я не уверен, что, друзья, что это тролль. Но то, что у нас сегодня, да, с точки зрения системного анализа, у нас сегодня один засланный казачок, засланец, который вот сейчас идет под ником, как позитивный вебинар, он, по-моему, обозвался сейчас. Вот, соответственно, и один человек проголосовал против, значит, наверное, логично сделать то самое, что этот тролль верен себе, и он написал, что он, наверное, инвестировать не будет. Вот. Который сам себя заслал. Ну давайте, будем верить. Скажем, этот позитивный вебинар, который сейчас на этом, будем сказать, что мы тебе верим. То есть всей душой, что ты просто юморной парень, и задача сорвать вебинар, или просто там написать... Это такая личная, наверное, инициатива. Вот, правильно. А Вячеслав пишет. Ну, соответственно, мы расстроимся. Так вот, друзья, давайте, что следующий вебинар в среду, дневной, я с Алексеем буду проводить. Вечером я уже буду выезжать в Минск, потому что четверг у нас рабочий день днятки, а в пятницу уже вылетаю в Ганновер на встречу с инвесторами, а оттуда уже в Берлин. То есть начинается такая очень опять активная пора. По возвращению из Берлина, как Алексей сказал, мы уже едем в Вену или в Братиславу, там именно встреча уже с инвесторами. Поэтому процесс набирает обороты, я могу сказать. И что для меня крайне сегодня удивительно, что все больше и больше разрыв происходит между инвесторами из России, Белоруссии, Украины и европейцами. То есть европейцы реально выходят в лидеры. Что для меня еще три месяца назад я не мог в это поверить. И когда мне Алексей убеждал, что надо ехать в Германию встречаться с инвесторами. Я просто еще читаю чаты, так сказать, все-таки интересное такое общение. Я говорю, чаты, друзья, это крайне интересная вещь. Поэтому не хочу я их отключать. То есть это самого такого легкого сопротивления убрать. Поэтому, причем, друзья, вот давайте положительный момент. Смотрите, что мы сегодня все, обязательно трансляция в Перископе будет отовсюду. И из Ганновера, и из Берлина, и из Братислава. То есть мы, друзья, с вами сегодня увидели из здравого смысла. Вот видите, один человек попытался изобразить. То есть все понимают, что он в проект вникал, не вникал. То есть его задача сорвать вебинар. Но отношение к нему. Но здесь я могу сказать, что все-таки наши вебинары – это непоказательная вещь. Потому что здесь собираются в основном уже единомышленники. Я вам скажу, как неимоверно легко вести именно уже вот эти вот встречи, которые превратились вот просто в такой клуб по интересам. И собираются люди, которые хотят слышать об Skyway. Мы рассказываем о Skyway, мы обсуждаем многие вещи. Это уже клуб. И намного по-другому, когда приходишь в аудиторию, когда она вся состоит вот из таких вот засланцев. Понимаете? Это, конечно, совсем другой настрой, совсем другой вебинар. Я даже когда в вебинаре… Ну, то есть у нас сейчас технические сбои идут в перископе. То есть он не может работать и делать тех, кто хочет войти, то есть по рассылке. А на прошлом вебинаре у нас было более 2300 человек на вебинаре. И очень много людей заходило… Очень много было людей, которые случайно заходили, которые задавали вопрос. Так я могу сказать, друзья, насколько это сложнее вести вебинары и общаться с людьми, которые скептически настроены. Но самое главное, друзья, вот я очень часто вспоминаю одну женщину. Мы очень много переписываемся, общаемся, которая пришла на наш первый… Вот где я, кстати, и с Алексеем Суходовым познакомился, и с Андреем Ховратовым, и с… Еще очень многие, кто сегодня работают в системе Skyway, вот она встала и сказала, что… Вот я пенсионерка, вот я заплатила за акции там 2000 рублей, я могу платить не больше 1000 рублей в месяц. Вот чем я могу вам помочь, чем это будет значимо для проекта? И я, честно говоря, вот тогда, в марте 2014 года, не до конца, ну, как бы так, не нашелся, что ответить, потому что я работал в основном с крупными инвесторами. Сегодня, друзья, по прошествии трех лет, я могу сказать, что вот именно на таких людях и 100 тысяч человек, которые, неважно, сколько инвестировали, с 1000 рублей или, как там один мой товарищ, там 100 тысяч долларов, понимаете, сегодня результат в том, что мы создали систему, которая позволила технологию подготовить и запустить демонстрацию. Вот что, друзья, мы с вами сделали. И это как раз ответ тем людям, которые сегодня приходят в проект и говорят, что чем можем помочь? Друзья, сегодня работа заключается в том, что мы снимаем технические вопросы. То есть люди в основном, кто приходят, вот как вся статья в онлайнере показана о том, что технологии нет. Они же пытаются убедить и показать это о том, что технологии нет. В этом заключается их цель. Так вот, на сегодня, когда идет испытание, демонстрация машин на такого уровня, как Берлинская выставка, сказать о том, что технологии нет, это глупость. Ну, это все равно, что подойти к самолету, который стоит перед нами, он говорит, он не полетит. Вот, то есть серийный самолет, который прошел все испытания. Вот, то есть это можно говорить до бесконечности. Так вот, сегодня мы снимаем эти вопросы, и через два месяца этих вопросов не будет. Будет вопрос о том, что технологии есть. Они начнут, я говорю, все эти прихлебатели начнут говорить о том, что, ладно, вы показали сейчас скорость 100 км в час, потом 200, 300, все порвется. У них понятен, что им все равно всегда надо будет что-то говорить. Для специалистов такого уровня, как Ротхук, такого уровня, как, соответственно, вот увидел, видите, тут один деятель зашел под именем теперь Виктор Узлов и пишет, что Юницкий, ты украл у меня технологию. То есть понятно, что Виктор Узлов никакого отношения к этому не имеет, но, видите, заход мысли этого троллинга какая, что это самое, что надо показать людям, которые с нами работали, и с кем у нас там свои очень непростые отношения, что, соответственно, они еще это. Но, видите, я могу сказать, что оригинальные выходы на то, что есть. Так вот, друзья, какую мысль я сейчас четко хочу сказать, и вы понимаете, что мы в ближайшие месяцы снимем технологические вопросы к технологии, о том, что она существует, она работает, и мы уберем венчурность с точки зрения именно вопроса, есть технологии, нет, всем станет очевидно, что технологии есть. По мере дальше строительства и развития мы будем показывать ее возможности. Но, друзья, венчурность проекта из-за этого не пропадет. И не надо настраиваться на то, что мы сейчас покажем, проведем испытания, и все, дальше станет всем очевидным. Там, друзья, включится следующий момент. Эти тролли, которым начнут платить уже деньги за то, чтобы они реально мешали, они активизируются в десятки раз, потому что вместо инженерных рисков станут именно конкурентные риски, станут риски, связанные с продвижением технологий, именно конкуренции за инвестиции. А это уже намного более жесткая игра. И там, друзья, этих деятелей вообще не интересует. Есть технологии, нету технологий, хорошая технология, плохая технология. Наоборот, чем более она результативнее, чем более она эффективна, тем более с ними начнутся серьезно бороться. И нам задают вопрос, а вы не боитесь, что они вас сотрут, что они вас, в конце концов, добьют? Здесь, друзья, идет обоюдный процесс. Помимо того, как активизируются деятели, которые мешают технологии, у нас появляется очень большое количество и очень влиятельных людей, которые помогают технологии. И это, друзья, естественный процесс борьбы, который будет дальше настряться, и мы ее нисколько не боимся, так же, как мы доказали и показали о том, что мы пройдем венчурность с точки зрения технологии и показа технологии. Сейчас, видите, мы уже говорим, мы создали и сделали. И те говорят, что 30 лет вам нечего показать, а сейчас стоят какие-то 19 столбов. Ну, друзья, через два месяца там будет еще какая-то путевая структура, а потом по ней пойдет какой-то путевой подвижной состав. И я еще раз передаю приглашение всем этим деятелям. Мы вас отдельной командой, друзья, приглашаем в Экотехнопарк, сделаем для вас отдельную презентацию, даже напоим чаем с пирожками. Поэтому приезжайте, смотрите, задавайте вопросы. Что-то мне подсказывают, друзья, они не приедут. Они будут сидеть опять у себя, так сказать, засунув язык в одно место, писать о том, что все, друзья, опять не так, о чем вы говорите. А мы абсолютно открыты, открытость – это наша единственная защита, поэтому мы все показываем, вы видите. Даже сегодня вынуждены показывать больше, чем надо, то есть приоткрывая некоторые ноу-хау, и с точки зрения сохранения бизнеса очень многие вещи не надо бы показывать, но все равно приходится на это идти, чтобы четко у людей, которые пришли в проект, они представляли и видели, что делать. Ну вот, друзья, видите, как много мы сегодня поговорили, сегодня он, видите, сейчас он под ником уже там, не забудьте. То есть вот настолько, я посчитаю, сколько раз я его выкинул сегодня из, это самое, ну, наверное, он не один, этот деятель, их, наверное, сегодня целый пачкан, потому что я не верю, что один человек может уже больше 30 раз зайти сегодня под разными именами. То есть это все-таки, друзья, спланированная акция, вот, то есть тоже надо привыкать, ничего, друзья, с этого нет. Одно я могу сказать, что к следующему вебинару, друзья, мы к вам, к встрече с вами подготовимся, поэтому приходите, милости просим, даже почитаем некоторые ваши вопросы. Я даже предлагаю вести на конкурс на самое оригинальное, это самое, изречение от тролля, вот, потому что сейчас я могу сказать, меня действительно очень, это самое, по поводу того, что пошли под именем Виктора Узлов с криками, «Юницкий, ты у нас украл технологии». Это, я могу сказать, друзья, оригинально, то есть больше здесь сказать нечего. Так, в завершение, у нас, друзья, в субботу телемост итоговый за проделанную работу до этого и перед, уже крайне перед выставкой, соответственно, в Берлине, поэтому приходите, это будет очень для нас всегда ответственный момент, приходите и узнаете и последнюю информацию, и именно настрой на проведение берлинской выставки, так что, милости просим. Также отдельная благодарность за ту проделанную работу для всех, кто с нами и с 2014 года, и присоединился в 2015 году, и сегодня, и даже месяц назад, и сегодня. Это тоже, друзья, очень важный подход, что несмотря на вот это, скажем там, поле, которое раздувается и делается, люди грамотные, находят в себе силу, находят интерес, могут разобраться во всей вот этой мутной воде, которая есть, это тоже, друзья, говорит о многом. Так, ну что, друзья, давайте на этом сегодняшний наш непростой вебинар будем заканчивать. Спасибо за работу в Skyway, спасибо за то, что вы нас поддерживаете, что благодаря вам мы сегодня работаем, туда же был поставить памятник первому пенсионеру, на плечах которых именно создавалось, обязательно тут про ЗИЛ спрашивали. Да, друзья, нашли ЗИЛ, как утверждают даже некоторые источники, ну это, естественно, рама и разруха от этого ЗИЛа, то, что осталось, что это именно тот ЗИЛ, который был в озерах, мы, естественно, провести экспертизу не можем, но мы решили восстановить этот ЗИЛ и как памятник поставить его в экотехнопарк, именно как памятник технологии, которую давили, уничтожали, спиливали, и, соответственно, этот ЗИЛ, это будет воплощение того, как даже научный эксперимент и тот вот эти вот под действием тех, кого провоцируют люди, которые пишут статьи, такие как в онлайнере, которые уничтожают эту технологию, но тем не менее она прошла этот путь, сегодня выходит на новый ЗИЛ Феникс, кстати, очень хороший, так его и назовем, это будет ЗИЛ Феникс, который воскрес, несмотря на все, что с ним сделали, и все, что сделали с экотехнопарком, и то, что он возродился и будет достойным, как бы таким экспонатом музея экотехнопарка, это точно. Ну все, друзья, давайте следите за нашими новостями, подписывайтесь на наши каналы, строй SkyWay, спасай планету. Всего, друзья, доброго. SkyWay Capital